Нас крайне беспокоит, что в стране под руководством Путина в прошлом году ушло из жизни 140 тысяч, которые отравлены наркотиками и паленой водкой. Это в 10 раз больше, чем в афганской войне. И эта тема стучится в дверь, она требует решения. Мы ее предложили и общество будет все делать для того, чтобы исправить такое положение. Так что тот кризис, который был в стране, с проведением этих выборов, нисколько не рассосался. А на мой взгляд продолжает усугубляться. Никогда не было такого безобразия с точки зрения грязной, циничной информации, которая была запущена во все регионы. Если в 1996 году Ельцин против меня издавал под руководством коммерсанта лживую газету «Не дай бог о Финляндии» 15-миллионным тиражом, меня растаскивали по всем ящикам и всем сусекам, то в этот раз, начиная от Владивостока, кончая Псковым, такого рода газеты изданы практически везде без исключения. В Самарской области 9, даже у меня на родине, не пощадили ни людей, ни своих близких. Если вы их возьмете, они грязные на ощупь, омерзительные и отвратительные. И все это хамство прикрывало правоохранительные системы. Если взять сугубо выборный процесс в целом, то в стране сложилось мафиозный спрут, который включает государственную вертикаль власти, она вышибает нужный результат всеми доступными и недоступными средствами. Избирательные комиссии, где 9 десятых представителей Единой России, которые не считаясь ни с чем продолжают выдавливать результат. Чуровская команда, которая последним зубом держалась за этот пост, несмотря на то, что после думских выборов вся страна требовала освобождения этой команды. В этот спрут входит правоохранительная система в лице полиции и прокуратуры, которые за руку не поймали ни одного человека, издавающих грязную литературу и распространяющих многомиллионными тиражами по всей стране. Но этот спрут должен отвечать перед гражданами. А граждане требовали честных выборов и на Поклонной, и на Болотной, и на проспектах Сахарова, и на Пушкинской, и на Манерной. И дальше граждане будут требовать изменений ситуации к лучшему. Мы своей командой готовы бороться за те идеи, которые выносили на выборы. Мы все сделаем для того, чтобы этот процесс шел мирно и демократично. Но мы будем наращивать давление и на улице, и в интеллектуальном плане, и с точки зрения организационной. Меня поддержало 205 организаций. Я всех благодарю за то, что они достойно и мужественно сражались на выборах. От студенческих и молодежных до нобелевских лауреатов, ведущих специалистов и экономистов. Я уверен, что наши идеи пробьют всю дорогу. Но страна теряет еще годы, провожая корчиться в муках коррупции, беспределов, уголовщины. В ближайшие два дня вы будете видеть сладостные картинки, которые это будут оправдывать. Но затем наступит живая повседневная реальность, от которой ни Путин, ни все его приспешники скрыться не смогут.